Для начала просто примите тот факт, что все в мире циклично и ничто не вечно. После этого преодолеть осеннюю хандру куда проще, утверждают эксперты. Медики связывают появление осенней депрессии с нарушением обмена веществ. Световой день становится короче, поэтому гормона счастья, серотонина, вырабатывается меньше. А вот гормона сна, мелатонина, напротив, больше, что и вызывает сонливость и апатию. Инсуляция уменьшается, и человек попадает в ситуацию более темного состояния внешнего мира, когда день уменьшается, ночь становится длиннее. И это воздействует на надпочечники, на нашу физиологию. Дожди идут, нету солнца, тучи на небе. Это тоже такая картинка проективная, когда может человек рисовать свое плохое настроение. Обрести хорошее настроение поможет правильно подобранный рацион. Откажитесь от сахара в пользу продуктов, богатых магнием и витаминами В и С. Налегайте на цитрусовые, зелень, мясо, рыбу и молочные продукты. Также снизить стресс помогут настойки из корня женьшеня и радиолы розовой. Обустройте свой дом с уютом. Добавьте в интерьер больше теплых и мягких вещей в светлых тонах. При этом существует огромное количество практик для всей семьи, способных раскрасить домашний досуг. Если мы говорим про детей маленького возраста, то возможно дома есть какие-то картинки, пейзажи, какие-то сюжетные картинки. И спросите у ребенка, что ты видишь. Если мы берем детей постарше, то здорово читать сказки либо по ролям, либо по очереди страницы. Также сейчас очень модно составлять, делать на заказ даже, а здесь вот сами, своими руками герб семьи. Несмотря на дождливую погоду, бывайте на свежем воздухе не менее получаса в день. Общайтесь с друзьями и близкими. Но если не хочется, следуйте своим инстинктам, завернитесь в плед и разрешите себе отдохнуть под хорошую книгу или фильм. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События.